Всем привет! Это опять я, это та же кухня и сегодня будет новый рецепт. Он называется запеченные булетики. Поехали! Для приготовления нам понадобятся маленькие булочки, сырные и кисло-сладкие соусы, сыр, смесь перцев, колбаса, крабовое мясо и одно яйцо. Я все порезал, осталось подготовить булочки и все собрать. Берем булочку, аккуратненько отрезаем верхнюю часть, чтобы получилась такая вот шляпка. И теперь надо вычистить весь мякиш, потому что вместо него мы положим начинку. Можно его, конечно, и вырезать, попытаться. Мне как-то с подручными руками, потихонечку, аккуратно, чтобы не порвать стеночки. Так полностью вычищаем. И, кстати, на крышке тоже надо немного. Вот я вычистил две булочки. Но вот этот мякиш мы никогда не выкидываем, не съедаем. Хотя можете. Он нам еще понадобится. Мы, в принципе, уже можем собрать как первый булетик. Для этого мы возьмем кисло-сладкий соус. Нальем его внутрь. И размазываем по стеночкам. По основанию, по стенкам, чтобы он хорошо все впитался и не был сухим. Как предыдущая шаверма. Вот. Ставьте лайк, если смотрели про шаверму. Так вот смазываем. И собираем. Так, это у нас будет булетик с колбасой. Сыпем колбасу. Немного мякиша. Так, присыпаем. Еще колбасу. Так вот. Колбаса, колбаса, колбаса. Утрамбовываем. Сыпем еще. Добавляем сыр. Тертый сыр, уже заранее подготовленный. Утрамбовываем. Вот так вот. Беспорядок устроил. И закрываем крышкой. Приготовление второго булетика немного сложнее. Для того, чтобы приготовить начинку, мы берем мисочку с яйцом и крабовым мясом. Высыпаем аккуратненько. Дальше нам надо немного поперчить. Берем смесь перцев. Слегонца. И берем сырный соус. Выдавливаем его в миску. Так, побольше желательно. И мы должны теперь это все замешать. Это какая-то будет у нас начинка. Это, считайте, очень вкусно. И не надо смазывать булетик соусом каким-либо. Так что, должно перемешать. Начинку я тщательно перемешал. Остается только собрать. Также присыпаем немного мякиша обратно. И ложечкой накладываем начинку. Аккуратненько, чтобы не порвать булочку. Потихоньку ложечкой за ложечкой утрамбовываем. После того, как мы положили начинку, мы должны добавить немножко сыра. У нас так как бы сырный соус. А так этот сырок еще подплавится. Вообще вкусно будет. Добавляем сырок. Еще чуть-чуть. И все это дело закрываем крышечкой. Второй булетик тоже готов. Осталось отправить булетики, которые я положил на тарелку, в микроволновку. На минуту-полторы. Все. Ждем. Пришло время попробовать булетики. Давайте начнем. Я не знаю, с чем это. Сейчас попробуем. Очень горячий просто. В общем, это, которое с крабом и яйцом. Очень вкусно, но булочка что-то прям запеклась. Пресная очень. Ну, с симонатиком, с очком, водой пойдет. Попробуем, которое с колбасой. О! Вот это уже не пресное. Очень даже вкусное. И сырок немного тянется. Какой вердикт? Готовьте, кушайте. Очень вкусно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайк. А я пойду за катерикой.